Море Дьявола В этом районе пропадает, в отличие от других мест океана, намного больше судов, чем, по идее, должно было быть по статистике. Один из исследователей, Сандерс, в 68-м году еще выдвинул гипотезу о том, что на Земле находятся пять аномальных зон. Вдоль того же 30-го градуса северной широты находятся еще несколько крупных геопатогенных зон. Гибралтарский клин, афганская аномальная зона и гавайская аномалия. Все они равно удалены друг от друга на 72 градуса и образуют так называемый пояс Дьявола. Пять этих зон, расположенных на равном удалении друг от друга, создают некую вот такую пентаграмму по диаметру Земли. И, собственно говоря, вот почему они и были названы так называемым Дьявольским поясом. Впервые о том, что в Тихом океане существует море Дьявола, заговорили японские рыбаки. Еще в 17-м веке у них появилась легенда о страшном месте, откуда не возвращаются. Моряки поговаривали, что любой, оказавшийся в заколдованных водах, обречен на страшную смерть. Эта история так и осталась без сказки. Но в 50-е годах прошлого века в море Дьявола бесследно пропало 9 кораблей. И это были не маленькие прогулочные катера или рыболовецкие шлюпки, а огромные грузовые и даже военные корабли. До того времени, пока там тонули и пропадали без вести маленькие рыбацкие утлы и суденышки, никто особо внимания на это не обращал. Но когда 38-я бригада ВМФ США вела военные действия и попала в страшнейший шторм, ураган, и в этом шторме погибло несколько кораблей и огромное количество человек, до 150 матросов, на это обратили внимание. В 1955 году японское правительство официально объявило море Дьявола опасным для жизни и рекомендовало всем самолетам и кораблям обходить его стороны. Этот случай стал первым в мире, когда на государственном уровне была признана необъяснимая природная аномалия. Море Дьявола как раз лежит по одному из самых активных геологических разломов, где периодически начинают действовать вулканы, случаются подводные землетрясения. И разлом этот представляет собой разлом, на всю глубину которого находятся кварцево-кристаллические породы. И при силах давления в миллиарды атмосфер образуются огромнейшие потенциалы электрических магнитных полей, что, собственно говоря, может вызывать всплеск электрической магнитной активности на поверхности моря. Почему же в акватории моря Дьявола терпят крушение кораблей? Почему бесследно исчезают истребители и бомбардировщики? Некоторые исследователи уверены, в этом районе глубоко под водой обитает какая-то высокоразвитая цивилизация. Возможно, ее представители и создают электромагнитные возмущения, выводящие из строя новейшую технику. В глубинах океана может находиться некая разумная цивилизация, превосходящая технологически нашу. Либо это могут быть какие-то инопланетные посетители, которые устроили свои базы глубоко под водой, потому что поверхность, скажем, дна в морях и океанах достаточно слабо людьми изучена. В общем-то, очень-очень небольшой процент. Точно ответить на вопрос, что за светящиеся объекты по ряду берегов Японии, ученые не могут. Но они считают, что, скорее всего, это какие-то пока не изученные причуды природы. Подобные наблюдения вот таких плазмоидов совершенно разного размера, которые могут сталкиваться с судами, самолетами в воде их из строя, могут воздействовать, магнитные поля могут воздействовать на стрелки компасов, собственно говоря, на приборы, которые указывают ориентацию по азимуту в пространстве. Наблюдались в этом районе достаточно часто. Сторонники теории существования глубоководной расы уверены, таинственные феномены на море – это не причуды природы, а сложные технические устройства для слежения за надводным пространством. Их выводят на поверхность высокоразвитые жители океанских глубин, чтобы наблюдать за людьми. По уровню развития эти существа в несколько раз превосходят человечество. И именно поэтому на протяжении многих столетий им удается оставаться незамеченными. На просторах океанов и особенно на глубине – огромные неисследованные пространства. Многие верят, что это инопланетяне. Существует теория, что под водой могут располагаться базы пришельцев. О том, что аномалии в Японском море дьявола связаны с неизвестными подводными цивилизациями, исследователи океанских глубин заговорили в 2000 году. Тогда недалеко от Индии был обнаружен заброшенный подводный город, который просто потрясает воображение. Его возраст больше 6000 лет. Посмотрите. Дно устлано выточенными блоками искусственного происхождения. Археологи установили, что это фрагмент древнейшей стены. Расположение камней неподалеку указывает на наличие улиц и площадей. Эксперты считают, что обнаруженные руины – ничто иное, как древний индийский город Дварка. Так, по мнению специалистов, он выглядел несколько тысячелетий назад. Все найденное, обнаруженное в течение подводной работы, подводных исследований, археологами, водолазами, наверняка напоминает по своему строению портовый город. Похоже, что над ним потрудилась природа. Природа какая-то была странная. Либо она обладала таким высоким интеллектом, что каменные блоки были идеальной геометрической формы, либо это уже какие-то высшие силы приложили свою руку. Исследователи уверены, построить эти сооружения 6000 лет назад обычные люди просто не могли. Потому что не обладали такими продвинутыми технологиями. Это было под силу только высокоразвитой расе, которая спустя время по неизвестной причине просто покинула подводный город. Они могли передвигаться без помощи самолетов, без помощи космических кораблей, что они могли плавать, как дельфины, как рыбы. И это уже было заложено в них генетически при рождении, что они могли телепортироваться, они владели искусством телекинеза, и они не нуждались в мобильной связи, как мы с вами нуждаемся. Они могли действительно телепатически передавать мысли друг другу на расстояние. Но если аномалии в Японском море дьявола как-то связаны с неизученной подводной цивилизацией, то почему тогда в самом подводном городе никаких аномалий нет? Почему там не тонут корабли и не падают самолеты? Ученые уверены, подводные цивилизации не более чем вымысел писателей-фантастиков. А древнейшие сооружения возвели обычные люди. Из-за землетрясений несколько тысячелетий назад они просто ушли под воду. А вот пропажу кораблей в акватории моря дьявола ученые объясняют элементарными законами физики. Голосом моря. Так называется опасный инфразвук, который зарождается в океане. Он в состоянии не только свести с ума, но даже умертвить людей на любом корабле. Известно, что инфразвуком можно довести человека до совершенно невменяемого состояния, до состояния страха, даже может быть до смерти. И был такой известный физик-экспериментатор, американский Роберт Вуд, который сконструировал специальную установку, излучавшую инфразвук. И люди, подвергавшиеся облучению инфразвуком от вот этого аппарата Вуда, они действительно приходили в состояние крайней нервозности, неловкости и чувствовали себя плохо. И это связано с тем, что человеческие органы, они вступают в резонанс с инфразвуковыми колебаниями, и человек испытывает крайнее физиологическое неудобство при большой энергии и направленной энергии инфразвука. Термин «голос моря» появился еще в 30-е годы. Его предложил советский академик и гидрофизик Василий Шулейкин. Он установил, что в шторм океан может генерировать инфразвук в диапазоне от 1 до 11 Гц. Волны слабой интенсивности вызывают морскую болезнь. Средние – общую слабость и обмороки. А сильные – провоцируют чувство паники и беспричинного страха, которые приводят к неизлечимым психическим расстройствам. Волны частотой 7 Гц для человека смертельны. При таком звуке все внутренние органы начинают резонировать, что вызывает сильную физическую боль, разрыв жизненно важных артерий и даже остановку сердца. Инфразвуковые колебания – это низкие частоты, это, можно сказать, единицы Гц. И вот оказывается, что длина волны этих колебаний, она просто совпадает с размерами сердца, селезенки, печени, я не знаю. Вот именно этот диапазон частотный, он может влиять на работу человеческих органов. А более высокие частоты, скажем, они имеют более короткую длину волны, и они уже ничего не возбуждают. Поэтому вот инфразвуковые колебания и выделены в такой класс, можно сказать, колебаний, которые могут влиять на физиологию и самочувствие, соответственно, человека. Возможно, именно воздействие голоса моря и губит самолеты и корабли в море дьявола. Этот же голос моря, скорее всего, привел и к еще одной страшной катастрофе в феврале 1948 года. Он погубил экипаж голландского грузового судна «Оуранг Меддан». «Вся команда, включая капитана, лежит мертвая на мостике и в штурманской рубке. И я умираю». Такое сообщение 17 февраля 1948 года приняли советские радиолюбители и радисты двух кораблей США. «Сити оф Балтимор» и «Сильверстар». В тот день они проходили между Малайским полуостровом и Индонезийским островом Суматра. Спустя несколько часов «Сильверстар» обнаружил голландское судно, дрейфующее у берегов Индонезии. Выйти на связь с экипажем не удалось. Уже через полчаса американским морякам стало понятно, почему. Оказавшись на палубе «Оуранг Меддан», они нашли всю команду мертвых. При этом на телах погибших не было ни единой царапины. Однако лица людей искажали гримасы ужаса, а в глазах застыл первобытный страх. Подобные явления, собственно говоря, периодически повторяются в разных местах вот таких аномальных зон океана. И, собственно говоря, не только океана. Известны и аномальные зоны на поверхности, то есть на суше, где по непонятным причинам гибнут люди. В архивах береговой охраны США сохранилась запись об этом происшествии. Однако установить причину загадочных смертей членов команды судна «Оуранг Меддан» не удалось. При попытке отбуксировать грузовой корабль в порт, на нижних палубах произошел пожар, после чего судно взорвалось и в считанные минуты пошло ко дну. В 1949 году рапорт капитана американского судна береговой охраны «Сильверстар», который и обнаружил погибшую команду, попал в руки исследователей. Оказалось, что экипаж голландского корабля «Оуранг Меддан» был не единственной жертвой голоса моря. Изучив архивы судоходного регистра Ллойда, крупнейшего в мире общества по классификации грузовых и торговых судов, исследователи выяснили, что с 1950 по 1960 год в океане было найдено несколько кораблей, покинутых экипажем. Причем в каждом случае ценные вещи моряков, провизия и груз оставались нетронутыми. Сторонники теории смертельного инфразвука предположили, что, лишившись рассудка, люди могли попросту оказаться за бортом и утонуть в открытом море. Частоты, волн, шумов и так далее могут быть любыми, и когда-нибудь попадают в ситуацию, когда это начинает совпадать с биоритмами человека. И вот тут ситуация становится неуправляемой. Поэтому всякие роды исчезновения людей при сохранении им в целости имущества – мечта всех военных. Создать оружие, где можно было бы уничтожить противника и не трогая материальную часть. Вот все военные во все времена об этом мечтали. Поверить в то, что в самый разгар холодной войны американские корабли, без постороннего вмешательства топят обычный инфразвук, военные США отказались. Причиной гибели судов, по их мнению, стали испытания сверхсекретного оружия, разработанного в СССР. Под водой наблюдаются множество неизвестных объектов. Одна из теорий относит их к продвинутым прототипам подводных лодок. И я думаю, по аналогии с самолетами, военные по всему миру разрабатывают и запускают мощные беспилотные подводные аппараты, которые держатся в секрете. Ведь никто не хочет, чтобы военные других стран знали о боевом потенциале сил противника. Возможно, эти объекты и есть секретные прототипы военных подводных лодок. На протяжении 10 лет американские военные по секретному заданию Пентагона пытались обнаружить советские корабельные установки, способные генерировать смертельный инфразвук. Но все попытки отыскать их оборачивались неудачей. Вгод до 1960 года. Тогда командование ВМС США приняло решение установить в Атлантическом океане глобальную сеть гидрофонов, которые должны были сканировать море и регистрировать любой шум под водой. Цель – обнаружить новейшие советские субмарины и доказать, что русские испытывают оружие, способное воздействовать на психику людей и таким образом уничтожать врага на расстоянии. Почти сразу аппаратура начала фиксировать странные низкочастотные звуки. Однако установить их источник не удалось. Американцы, в частности, для того, чтобы хоть как-то, так сказать, можно было защититься от потенциального противника, побольше о нем знать, провернули океанскую работу. Они развернули вот эту самую, значит, сеть сонаров вдоль всего побережья, для того, чтобы можно было засекать подводные лодки по производимому шуму винтов. В связи с этим у нас была произведена океанская работа, и американцы тоже этим занимались. Подлодки старались сделать как можно тише, чтобы они ходили бесшумно. Ну и, видимо, вот в этот момент могло произойти нечто. Никто толком не знает и, наверное, уже никогда не узнает, что произошло с рядом подлодок. Спустя несколько лет после запуска секретной программы по поиску советских субмарин, оснащенных новейшими инфразвуковыми корабельными установками, в Атлантическом океане произошел случай, после которого у капитана каждой американской подлодки появилось специальное предписание. В случае обнаружения неизвестных объектов открывать огонь на поражение. 1968 год. Американская подводная лодка «Скорпион» возвращается с учений на базу в Норфолк. 21 мая капитан Франсис Леттери отправляет в штаб координаты местоположения и информацию о заданном курсе. Это сообщение становится последним в истории атомохода. «Скорпион» являлся оплотом научно-технической мысли американских конструкторов. Это была самая совершенная субмарина ПМС США. Но не отправив ни одного сигнала СОС, лодка с экипажем 99 человек просто пропала в открытом море. Уже через несколько дней после исчезновения субмарину искали более 70 спасательных судов и самолетов. Военные прочесывали океан в предполагаемом секторе затопления. Однако все попытки отыскать субмарину потерпели неудачу. И сказали, что по техническим причинам лодка задерживается. Хотя, в общем-то, уже было всем понятно, что задержка – это не просто так. В этот момент уже началось исследование по пути, потому что капитан передал свои координаты, передал курс, по которому он шел. Соответственно, началось прочесывание океана. Запасов воды и воздуха на лодке на тот момент хватило, в принципе, на 70 суток. Если бы глубина была не очень большая, порядка, ну, хотя бы метров 500, то тогда все члены экипажа были бы спасены. Через пять месяцев после трагедии поисковое судно «Мизар» случайно обнаруживает на глубине 3000 метров к юго-западу от Азорских островов американскую субмарину. Обломки подлодки сильно деформированы. Скорпион буквально разорван на две части, а его корма покрыта глубокими вмятиями. За судном в виде трава, такого, если хотите, на глубине порядка 4-9 метров от уровня дна передвигалась такая специфическая конструкция, оборудованная радиомагнитометром, радиометром, там еще кучей всяких приборов, которые, в общем-то, отслеживали это морское дно. И вот по прошествии пяти месяцев лодка была найдена. Лодка была разорвана на две части, плюс рубка оказалась отброшена далеко в сторону. Для выяснения причин катастрофы командование ВМС создает следственную комиссию. Она выдвигает сразу несколько версий случившегося. Лодка могла затонуть из-за отказа рулей управления. Правда, вскоре от этой версии пришлось отказаться. Ведь корпус субмарины смяло и разорвало, как листок бумаги. К тому же на борту находилась опытная команда, которая почему-то не отправила ни одного сигнала СОС. Следующей версией стала неисправность торпедного аппарата. Дав сбой, система управления вооружением выпустила торпеду, которая, совершив несколько маневров вокруг лодки, навелась на нее и уничтожила. Но и от этой версии экспертам пришлось отказаться. Они провели специальный эксперимент и пришли к выводу, что такое просто невозможно. В итоге причины катастрофы американской подводной лодки «Скорпион» так и остались невыясненными. Об этом, в частности, говорил достаточно давно вице-адмирал Виктор Дегала. Покойник, к сожалению, нынче. Но он сразу сказал, что настоящая причина катастрофы «Скорпиона» не будет рассекречена никогда. И мы об этом, правда, не узнаем. Хотя даже была одна еще из версий, что авария «Скорпиона» – это удачная акция наших советских спецслужб, КГБ в частности. При похожих обстоятельствах в начале того же 1968 года с разницей всего в два дня в Атлантическом океане погибло еще две субмарины. Израильская подводная лодка «Дакар» и французская «Минерва». Оба корабля сильно деформировались и были потоплены неизвестной силой. Произошло все в одном и том же районе, что «Скорпион», что «Дакар», что «Минерва». То есть здесь можно предположить, что те две лодки тоже стали объектом для, может быть, какого-то пристального изучения. Не говоря уже о том, что по времени разница между двумя авариями составила 48 часов. Вот как бы с точки зрения логики это объяснить невозможно. Вообще никак. Спустя несколько лет после этих трагедий американские специалисты выдвинули просто сенсационную версию гибели всех трех субмарин. Они стали жертвами древнего подводного монстра, обитающего в этих краях. ВЗРЫВ В качестве подтверждения новой гипотезы американские военные привели доказательства. Находку научно-исследовательского судна «Гломер Челленджер». Его моряки, прочесывая океан глубоководной аппаратурой, совершили невероятное открытие. На дне Атлантики, недалеко от места крушения подводных лодок «Скорпион», «Дакар» и «Минерва», они нашли пару зубов размером с ладонь взрослого мужчины длиной 17 сантиметров. После тщательной экспертизы ученые выяснили, что эти зубы принадлежали доисторической акуле – мегалодону. Такие хищники водились в море более 20 миллионов лет назад. Эти гигантские рыбы весили около 50 тонн, а длина их туловища достигала 22 метров. Мегалодон мог с легкостью перекусить толстую стальную балку или, развив скорость, протаранить сверхпрочную металлическую плотину. Подобные наблюдения периодически были зафиксированы, например, около берегов Австралии в 1918 году, когда рыбаки закидывали клетки для ловли раков в прибрежных водах, лангустов, раков. Появилась акула, которая напугала их так, что они несколько дней не хотели входить в море, потому что по разноречивым сведениям размеры этой акулы были от 38 до 90 метров. Но могли ли эти древнейшие создания действительно уничтожить военные субмарины? Ведь если верить учебникам биологии, мегалодоны давно вымерли. Однако ученые из США не исключают, что гигантские животные до сих пор могут обитать в самых отдаленных уголках мирового океана. В Атлантике такое место – Пуэрториканский жёлоб. В некоторых местах его глубина достигает 8,5 километров, что чуть меньше высочайшей вершины земного шара – горы Эверест. Где-то в море существуют огромные осьминоги, которые вырастают до таких размеров, что они запросто могли справляться не только со средневековыми судами, но и с современными судами, если вдруг выплывет парочка таких глубоководных чудовищ, то они, так сказать, могут разделаться и с современной субмариной достаточно быстро и достаточно жёстко. В ноябре 2006 года ВМС США рассекретили часть документов, связанных с трагедией подлодки «Скорпион». Оказалось, что гигантские акулы – лишь уловка американских военных, придуманная, чтобы скрыть правду. В секретных архивах США существуют магнитоплёнки, записи переговоров штаба и субмарины за несколько минут до трагедии. На них капитан Фрэнсис Леттери докладывает о неопознанном подводном объекте, движущемся со скоростью более 300 километров в час. Это в три раза превышает максимальные показатели даже самых современных субмарин. Возможно, желая оторваться от преследования, неизвестный объект и атаковал американскую подлодку. Но что это был за объект? Некоторые американские исследователи уверены – «Скорпион» атаковала секретная советская летающая субмарина. Та самая, за которой так долго охотился Пентагон. Это самолёт-подлодка. Она опускается, желательно, значит, за горизонтом, чтобы противник не видел момент этого спуска, потому что в момент спуска, когда подлодка находится ещё на поверхности, она практически беззащитна. Ну вот они опустились на поверхность, экипаж из трёх человек начинает быстро преобразовать свой самолёт в подводную лодку. Для этого он переходит из кабины в специальный отсек, который и герметический, и, так сказать, водонепроницаемый, закрывал заглушками все, значит, двигатели, естественно, он выключал их перед этим, переходил на питание от электродвигателей, погружался, а погружение, значит, нужно было заполнить балластные цистерны, в частности, заполнялись крылья, соответственно, и погружались. Погружались, выходили на перископную глубину и направлялись, значит, прямым ходом в сторону возможного противника. Проект по созданию секретной субмарины в СССР действительно существовал. Идею создать летающую подводную лодку предложил известный конструктор Борис Ушаков. По задумке изобретателя, субмарина должна была не только уметь плавать на глубине, но и при желании мгновенно выныривать и взмывать в воздух со скоростью свыше 250 км в час. Предполагалось, что чудо-субмарина будет выглядеть так. Верхняя часть полностью повторяет конструкцию классической подводной лодки, а по бокам располагаются два мощных крыла. На конце хвост для стабилизации в воздухе. Однако советская летающая подводная лодка так никогда и не была сконструирована. В воздухе запахло серьезно Второй мировой войной, соответственно, и стали думать, собственно говоря, не слишком ли экзотичный проект. Ну уж если, значит, самолет, этот подводная лодка, несет на порту торпеду, то, может быть, тогда логично торпеду это сбрасывать прямо с воздуха, что в конце концов во Вторую мировую войну и было сделано. Появились самолеты-торпедоносцы, которые выходили прямо в воздухе на курс боевой атаки, сбрасывали торпеду, и это получалось быстрее, и это получалось, так сказать, эффективнее. Но если американский атомоход уничтожила не советская лодка, то кто? Или что? Исследователи утверждают, что во время поисков виновного американская аппаратура неоднократно фиксировала под водой странный размеренный гул. Иногда он обретал очертания неизвестных закодированных посланий. Его засекали локаторы военных кораблей. При попытке ответить на сигналы, моряки получали искаженные сообщения, отдаленно напоминающие их собственные. Тот и неизвестный имитировал звук и отсылал его обратно. Опыт повторяли несколько раз, но результат всегда оставался одним и тем же. Было много версий животного или механического происхождения эти объекты. Кто-то считал, что это киты. Соответственно, была создана специальная научная лаборатория. Было несколько судов, которые занимались изучением этого исследования. Советские моряки-подводники, которых Пентагон так долго подозревал в использовании новейшего подводного супероружия, тоже сталкивались с необъяснимыми подводными аномалиями. В 1977 году на флоте даже появился вот этот секретный документ. Методические указания по организации в военно-морском флоте наблюдений аномальных физических явлений и их воздействия на окружающую среду, живые организмы и технические средства. В нем содержались инструкции по слежению и классификации морских феноменов. Указания стали первым советским документом, посвященным исследованию неопознанных подводных и летающих объектов. В начале 70-х годов на многих подводных лодках и Советского Союза, и США стали обнаруживать при помощи гидроакустики различные так называемые неопознанные плавающие объекты. Они представляли из себя нечто такое сигарообразной формы, при этом скорость движения у них была весьма высокая, маневренные характеристики под водой тоже очень высокие. Спустя год после появления секретных инструкций, командование ВМФ СССР организовало научную экспедицию, целью которой стало изучение аномалий океанских глубин. Несколько лет научно-исследовательское судно Владимир Воробьев проводило океанографические исследования в водах Аравийского моря. Правда, найти ответ на вопрос, кто бороздит морские просторы и регулярно топит военные корабли, советским ученым не удалось. Все загадочные катастрофы на море они списали на плохо изученное природное явление – волны убийцы. В фольклоре давным-давно говорят, что вот существует так называемый девятый вал. Огромная волна, которая появляется. Но этому никто особенно не верил, только Айвазовский написал знаменитую картину, в которой наглядно выразил вот эти мифы моряков. Но сравнительно недавно, когда уже начали вести наблюдения со спутников, выяснилось, что действительно огромные волны в океане есть. Волны до 15-20 метров, что, собственно говоря, уже опасно для больших кораблей, даже для танкеров и сухогрузов. Особенно если длина корабля и длина волны между двумя гребнями будет равняться приблизительно длине корабля. То есть корабль, получается, носом поднимается на одном гребне волны, а кормой на другом. И в этот момент он может просто переломиться под действием собственной тяжести, потому что как бы под ним будет существовать пустое пространство. В 1979 году, когда советская научная экспедиция уже подходила к концу, ученым неожиданно улыбнулась удача. Когда они пересекали Индийский океан, под Килем на глубине около 20 метров возникло нечто необъяснимое. Яркое, светящееся пятно диаметром в 300 метров. Оно с огромной скоростью вращалось против часовой стрелки. Через полчаса диаметр пятна уменьшился до 100 метров. А затем пятно распалось на 8 равных частей и рассеялось. Несколько наших научно-исследовательских судов наблюдали что-то похожее на крутящиеся лопасти вертолета. Причем крутились они как будто в разные стороны. Вот когда вертолет, маршевый двигатель, там два винта крутятся в разные стороны. Вот нечто такое явление наблюдали с наших научно-исследовательских судов. Поначалу советские исследователи предположили, что светящиеся круги под толщей воды не что иное, как фитопланктон, светящийся микроорганизм, который обитает в воде. Но взяв эту воду на пробу, ученые поняли, что это не так. Анализы показали. Фитопланктона в этих местах нет. Но даже если бы он и был, то как объяснить, что простейшие организмы ведут себя словно разумные существа? Они то вращаются с огромной скоростью, то вдруг замирают, образуя четкие геометрические фигуры. Чисто физически скорости движения воды, как скорость гоночного автомобиля, они невозможны просто. Вода обладает инерцией, вязкостью. Она не может просто так двигаться с такой скоростью. Вот так вот увидеть это в виде компактного какого-то явления невозможно. Долгое время вопрос, смогут ли на дне океана обитать разумные существа, оставался открытым. Но в 2005 году ученые из Британского университета Кардиффа под руководством Джона Паркиса провели уникальное исследование, в ходе которого выяснилось, под океаническим дном существует еще один подземный океан со своей экосистемой, а возможно и с кислородом. Глубина этого океана достигает 5 километров и представляет собой систему узких ходов, резервуаров и гигантских пещер. Именно там и могут скрываться представители загадочной подводной цивилизации. Я не знаю о случаях, когда корабль или подводная лодка утонули бы непосредственно из-за столкновения с неопознанным подводным объектом. Но ясно, что раз есть сообщения о таких объектах, то существует потенциальная опасность того, что рано или поздно это произойдет. Вполне возможно, такие опасные ситуации под водой, и военно-морские силы не должны игнорировать их. Оператор эхолота не пропустит неизвестный объект на мониторе, так же, как и оператор радара не оставит без внимания неопознанную цель. То, что под многокилометровыми толщами воды и даже льда может существовать жизнь, первым предположил знаменитый советский ученый Андрей Капица. Он провел сейсмические исследования и выяснил, что в Центральной Антарктиде под 4-х километровой толщей льда находится озеро невероятных размеров, площадью почти 20 тысяч квадратных метров. Это в 10 раз больше, чем княжество Монако, граничащее с Францией. Располагается гигантское озеро прямо под советской исследовательской станцией. Это подлёдное озеро, названное Востоком, до сих пор остаётся одной из самых интересных загадок для человечества. С Антарктидой связано много тайн и загадок. И несмотря на то, что там расположены несколько исследовательских станций, у нас всё ещё невероятно мало данных об этом огромном континенте. Как минимум, мы найдём там закрытые пространства, вроде подземных озёр, пещер, где жизнь была отрезана от внешнего мира и развивалась независимо десятки, сотни лет, если не дольше. В ходе исследований советские учёные выяснили, подо льдом располагается полусфера, заполненная кислородом, со своим климатом и уникальной экосистемой. А температура воды в озере колеблется от плюс 10 до плюс 18 градусов по Цельсию. Как весной в Чёрном море. Это может означать только одно. Под многокилометровой толщей антарктического льда существует жизнь. И она в корне отличается от всего того, к чему мы привыкли. Мы можем найти новые виды, не похожие ни на какие из известных нам ранее. Некоторые предполагают, что на Земле могли существовать цивилизации, существовавшие до нашей и, возможно, исчезнувшие во времена прошлых ледниковых периодов. Многие считают, что люди возрождались и погибали много раз. И под огромными ледниками мы можем найти следы исчезнувших народов. С точки зрения археологии и антропологии, это могло бы стать революционным открытием и изменить все наше понимание истории и развития человечества. Вот уже почти 20 лет российские ученые совместно с французскими коллегами и специалистами из США ведут изучение подлёдного озера Восток. Чтобы узнать, какие организмы на протяжении многих тысяч лет там обитают, исследователи создали особую машину – Криобот. При помощи струи горячей воды он должен пробурить скважину в 3,5 километра, после чего дождаться, пока пространство над ним замёрзнет. Тогда робот стерилизует себя и продолжит бурение. Проплавив крышку ледяного купола и опустившись в озеро, он передаст информацию на поверхность для дальнейшего изучения. Риоробот или гидроробот. Он представляет себя робот-автомат. Ну, скажем так, миниатюрная подводная лодка, которая имеет такие размеры, чтобы её можно было протолкнуть в пробурённую скважину. После этого, как она выйдет в свободную воду, она должна произвести поиск в окрестностях этой скважины, соответственно, что-то обнаружить, если там есть что обнаруживать, вернуться назад и, так сказать, подсоединившись к системе оповещения, передать сигнал на Землю. В марте 2011 года, когда бурильной установке нужно было пробурить ещё всего 120 метров, из-за недостаточного финансирования проект по изучению уникального озера Восток закрыли. И это при том, что ровно за полгода до этого учёные сделали просто невероятное открытие. Они выяснили, что Восток вовсе не является большим однородным образованием. Там имеются острова, где земля соприкасается со льдом. А есть и полости кармана, где вода поднимается на разные уровни. Кроме того, в отдельных местах слой воды имеет глубину более тысячи метров, то есть вдвое больше, чем думали раньше. Но самое удивительное, вблизи юго-восточного берега озера наблюдается крупная магнитная аномалия. Другими словами, кто-то или что-то вызывает возмущение под 4-х километровой толщей льда. Антарктида является одной из таких мистических мест на поверхности Земли, с которым связаны и древние легенды, и древние писания ведические, что там находятся, скажем так, некие сакральные объекты, которые древние цивилизации оставили. Аномальный такой фонд создает развитие некой своей экосистемы, и, возможно, там тоже существует некая своя жизнь, может быть, достаточно замкнутая и отделенная от всей остальной экосистемы планеты Земля. Кто может вызывать магнитные аномалии под антарктическим льдом, ученые пока не знают. Но самые смелые исследователи предполагают, что это делают какие-то разумные существа. И доказательства, по их мнению, этому есть. Они сняты прямо из космоса. Всего через два месяца после того, как научно-исследовательские работы по изучению загадочного озера были приостановлены. Пятая апреля 2010 года. Международная космическая станция. С орбиты Земли с высоты 350 километров аппаратура МКС делает фантастические фотографии. Вот они. На снимках отчетливо видно, что в ледяной толще озера Восток будто отпечатаны две окружности практически идеальной формы. На изображениях они кажутся небольшими, но диаметр каждой почти 4 километра. Сравнив эти снимки с теми, что были сделаны с Международной космической станцией ранее, специалисты сделали вывод. Круги на озере начали появляться еще 11 лет назад. Впервые аппаратура зафиксировала их в декабре 99-го. Правда, тогда на аномальные узоры никто внимания не обратил. Так что же это за круги? И откуда они появились? В последнее время очень много разговоров на тему ледяных колец. Думаю, это из-за популярности темы колец на полях. Люди задумались, есть ли где-то еще поверхности, на которых проявляются загадочные рисунки. И они были найдены на песке и на ледяных равнинах. Копии фотографий с изображениями кругов на поверхности замерзшего востока изучали специалисты научно-исследовательского института Лондона. Ученые тщательно проанализировали все снимки и выдвинули сенсационную версию. Рисунки нанесены с внутренней стороны ледяного покрова. А значит, круги на льду озера возможно появляются из-за того, что под толщей воды обитает неизученная подводная цивилизация. Возможно, там под водой есть какие-то базы. И это очень интересный факт. Мы меньше знаем о глубинах океанов, чем знаем, к примеру, о поверхности Луны. Так что нам еще свою планету исследовать и исследовать. Российские ученые с мнением британских коллег не согласны. Они считают, что таинственные узоры на озере вовсе не следы подводных цивилизаций, а просто причуды природы. И образовались они при помощи теплых подводных течений. Эксперты уверяют, если бы на дне озера существовала разумная жизнь, они ее давно бы обнаружили. Многие думают, как и с кругами на полях, что это дело рук человека. Кто-то специально фальсифицирует такие рисунки, а кто-то, возможно, считает их одной из форм современного искусства. Есть также мнение, что это метеорологический феномен, вызванный, например, незначительными колебаниями температуры. Ведь сфера и круг — это естественные формы, образующиеся в природе сами по себе. Четырехкилометровые круги на поверхности подледного антарктического озера могли бы в самом деле оказаться каким-то природным явлением, если бы не одно «но». По всем законам физики, для того, чтобы такие пробарины образовались, течение должно буквально кипеть. Но в местах, где были найдены таинственные отпечатки, толщина льда достигает трех километров. На сегодняшний день ученым неизвестно ни одно подводное течение, способное размыть такой плотный лед. По заявлению американских специалистов, работы по бурению скважины в озере Восток при помощи Крио-Бота продолжатся в феврале 2012 года. Тогда робот, наконец, преодолеет трехкилометровый слой льда и достигнет основания воздушного бутылка. Если будет доказано, что на глубине действительно существует жизнь, ученым предстоит проделать еще более грандиозную работу. Ведь изначально американский Крио-Бот предназначался для исследования спутника Юпитера Европы. Дело в том, что это небесное тело покрывает многокилометровая толща льда. Астрофизики утверждают, что климатические условия на Европе могут совпадать с экосистемой в недрах озера Восток. А это значит, что на спутнике Юпитера может существовать жизнь, которая уже уже не одно тысячелетие развивается совсем рядом с нами. Всем привет! Любите ли вы зеленый борщ, как люблю его я? Значит, вам по адресу. Здесь у меня уже закипел приготовленный бульон. Это несложно. Для тех, кто готовит первый раз, 4-5 небольших кусочков курицы в данном случае я залила водой и он у меня кипел где-то час-час-двадцать, смотря какую посуду вы используете. В эмалированной посуде будет где-то около часа-двадцати. Для того, чтобы бульон был не мутный и прозрачный, я бросила одну большую целую луковицу. Сейчас я уже ее извлекла и вот в такой готовый бульон мы будем забрасывать наши продукты. Начинаем мы с морковки. Нарезаем морковку. Морковка измельчилась и мы забрасываем ее в наш бульон. У меня кастрюлька на 3 литра. Сюда у меня пошло полторы морковки. Маленьких, небольших. И сразу же следом приступаем к картошке. Наша картофелька готова. Отправляем ее вслед за морковкой и варим до готовности. За что люблю этот борщ? Ну, конечно же, первое, это за его вкус. А основное в наше время, когда у хозяек совершенно нет времени на готовку, он занимает совершенно немного времени и готовить его сплошное удовольствие. Пока наша картошка готовится, мы будем нарезать лук. Одна большая луковица либо две средних на 3-х литровую кастрюльку. Итак, следующий этап. Поджариваем наш лучок. На разогретую сковородку ложку подсолнечного масла и отправляем туда лук. Пассируем на среднем огне, иногда помешивая. А тем временем я сварю два яйца. Яйца должны быть сварены не в смягкую, а в крутую, чтобы затем отправить их в наш борщик. Отправляем наш лучок. Борщик. следом я бросаю щавель. У меня консервированный щавель. Тщательно отжимаю воду и где-то 3-4 ложки с горкой. Если вы не консервировали щавель, а купили его, например, у бабушек на рынке, то солим борщик в самом конце. Почему? Потому что каждая хозяйка солит по-своему. И вот здесь немаловажно, если предварительно вы уже посолили, а щавель будет достаточно соленый, то вы можете пересолить. А сейчас я смело буду солить. Ему нужно кипнуть ровно минуты-две, чтобы пропитался щавелевой кислотой. Вот такое количество я бросаю на наш борщ. и пока эти две минуты он будет кипеть, я, конечно же, использую приправки. Это перец горошком, это лавровый лист, это прованские травки у меня. Ну и еще приправки для первых блюд это по желанию. Он и так будет достаточно вкусный. Ну а коль борщ у нас зеленый, все, что у вас в доме есть под рукой, петрушка, укроп, все это можно и нужно сюда. Оставляем на две минутки, я пока измельчу укроп. Две минутки прошло. Здесь я чесночки выжала чеснок и бросаю два зубочка. в самую последнюю минуту. Можно это делать прямо в тарелочку из подачи. И укропчик. Все тщательно перемешиваем. Так как чайлик у нас в банке уже был готов, поэтому ему только здесь буквально разочек прокипеть. Накрываем крышкой и последний этап готовим наш борщ к подаче. Я говорила, что сварила два яйца, каждое яйцо на одну порцию. То есть два человека, два яйца, больше и больше. Итак, измельчаем наше яйцо. Итак, я измельчила яйцо и накладываю наш борщ. с мясом, с курочкой, наваристый. Главное правило, чайлик, как известно, он кислый, поэтому не перестарайтесь. Три-четыре ложечки и достаточно. Ну, конечно же, какой борщ без сметаны. Вторая порция. Сегодня на дворе у нас февраль. Мы готовили с вами зеленый борщ из щавля. В апреле заходите на наш канал. Мы будем сами готовить зеленый борщ из молодой крапивы. Что не менее вкусно и полезно. Угощайтесь, пробуйте, экспериментируйте. Всем приятного аппетита. Кому понравился наш рецепт, ставьте лайк. Документальный проект «Реальность». Екипетские пирамиды. Кто-то когда-то это сложил совершенно не напрягаясь. статуи на острове Пасхи. Некие живые существа с вытянутыми головами. Главные загадки древних цивилизаций. Тайный мир. Экстрасенс Светлана Мамайсур обладает вещественными доказательствами своих встреч с инопланетянами. Она с детства находится в телепатическом контакте с высшими цивилизациями. И не исключает, что возможно и сама не совсем человек. Ее родители не могли иметь детей. И рождение дочери стало чудом. Ну вот наши ученые, с которыми я общалась в Кеневске, они предположили, что я подкидыш. Возможно. Светлану периодически забирают на НЛО и уносят в дальний космос. Обычно это происходит ночью через окно или балкон. Над кварталом зависает летающая тарелка. С неба ударяет яркий белый луч и женщина по нему попадает внутрь корабля. Так начинается путешествие по Вселенной. Четко помнишь, несколько дней прошло, а на Земле проходит 15 минут. Они это называют какой-то хрональный двигатель, который пускает луч и создает туннельный такой проход. И они по этому лучу движутся. Причем это происходит этот прыжок очень практически молниенозный. По словам Светланы Мамайсур, в космосе обитает множество высокоразвитых цивилизаций. Их планеты разные, но близки к Земле по составу воздуха и силе притяжения. Добрые и духовные существа объединены в некую коалицию. Злобные и агрессивные сами по себе. Алиц сюда входят продвинутые цивилизации и вот у них есть отряд наблюдения за развитием разумных сил планеты Земля. Они наблюдают за нами. Но не все встречи с иным разумом несли добро. Однажды Светлану похитили агрессивные существа, которых исследователи называют серыми. Это гуманоиды из созвездия Орион или Дзета ретикула ростом в полтора метра с миндалевидными черными глазами и серо-зеленой кожей. Считается, серые в 1953 году заключили договор с правительством США о размещении своих баз на Земле и возможности похищать людей для опытов в обмен на предоставление технологий. Понимаете, серые ссылаются на то, что они здесь находятся на полном основании, что они договорились. они меня несколько раз забирали к себе на базу, база на Аляске находится. Если бы американцы хотели, они бы это давно прикрыли, эту лавочку. Бездушные существа проводят опыты на людях. Они забирают кровь, костный мозг и материал для размножения у женщин и мужчин. Серые якобы исчерпали свой генофонд и создают гибридов людей и инопланетян. Вот я у них спрашивала, не могут ли они это обезболивать. А они сказали, что в состоянии стресса выделяются какие-то эндорфины, которые им нужны. Поэтому они это делают сознательно. Причем это очень болезненно. Я на себе это испытала. Чрезвычайно болезненно. Причем они какие-то странные такие. Они считают, что если они стирают вот этот эпизод из памяти, то якобы ущерб организму не наносится. После похищения серыми Светлана Мамайсур чувствовала себя очень плохо. Ее мучила сильная слабость, ломота и абсолютное отсутствие воли. Вскоре она поняла причину. Светлана была в ванной, когда у нее из носа пошла кровь. Следом в умывальник вывалились два крошечных металлических чипа. Эти импланты поставили инопланетяне, чтобы ее контролировать. Контактер отдала их ученым для исследования. Кстати, пока стояли чипы, я не могла связаться со своими. Я даже не могла попросить помощи. Вот. Только когда вышли первые два, мне стало легче, и я смогла попросить помощи. И тогда в течение двух недель еще четыре вышли. И все, на этом все закончилось. Артем Белык государственный уфолог. Он возглавляет организацию по изучению аномальных явлений. В нее входят ученые из лучших университетов Украины. Сейчас он получил экспертное заключение по имплантам Светланы Мамайсор. Металлические предметы размером полтора на два и на четыре миллиметра исследовались в Институте электросварки имени Патона. Анализ показал, что эти детали являются сделанными из высокоуглеродистой стали. То есть массовое отношение углерода составляет 1,77%. Это почти что чугун. Другие химические элементы незначительные примеси марганца до 1%. И в принципе кислород присутствует, поскольку образец частично окислен. Очевидных признаков, что чипы имеют внеземное происхождение нет. Однако вся вселенная состоит из одних и тех же химических элементов. Часто при хирургическом излечении предметов, так называемых имплантантов, они окутаны каким-то коконом из биологической ткани, либо еще имеют соединение к нервным окончаниям в том органе, в котором они выявлены. Обычно это конечности человека, руки, ноги, кисти. С начала 20 века спецслужбы мировых держав охотятся за внеземными технологиями. Они исследуют места крушений анало в надежде найти обломки и изучают аномальные зоны, где летающие тарелки появляются наиболее часто. В июле 1984 года в небе над тундрой Кольского полуострова возникло яркое сияние. Некий объект стремительно падал в районе реки Паной. Светящийся шар был довольно крупным. Его воочию наблюдали на военном аэродроме Североморск три военных частях ПВО и даже с моря. Проходящего мимо корабля в районе Кольского полуострова залива, который на Мурманск выходит, там на Североморск, значит, видели гражданские моряки, судно торговое наше было, советского флота гражданского, как этот объект падал туда, в эту тундру. Объект рухнул с большой высоты и вонзился в землю. удар был такой силы, что ближайшая сейсмостанция зафиксировала небольшое землетрясение. Об этом событии писали местные газеты. Явно эпицентр землетрясения находился близко к поверхности. То есть сейсмологи даже определились, что причина удар о поверхность какого-то тела, объекта. Спустя несколько дней один из офицеров поехал в тундру на своем вездеходе. Военный наткнулся на огромную траншею от торможения какого-то объекта. Везде были разбросаны бесформенные металлические обломки серо-желтого цвета. Сначала у офицера возникла мысль, что это детали с космодрома плесчатка. Ну, значит, обломки какие-то непонятные. Ну, нету на них надписи сделанных в СССР или наш алфавит, если бы там был, он бы понял сразу все, какие-то технические детали, маркировки. Что-то вот такое очень странное, причем желтоватый такой оттенок. И общая масса, ну, явно там не одна тонна этого аппарата, где-то тонны три как минимум у него вес. Офицер погрузил часть обломков в машину и отвез в Академию наук. Потом они попали в Институт космических исследований, где ученые решили, что имеют дело с настоящим инопланетным кораблем. Результаты уникальные, результаты засекречены, отчеты засекречены, но есть люди, которые держали в руках, которые видели, которые знают. Значит, структура этого обломка представляет собой подобие живой клетки или ДНК из эбоксирида нуклеиновой кислоты. То есть там цепочки, цепи, он живой, то есть это живой металл. Можете себе представить такую технологию? У нас нет на Земле такой технологии. Через три года один из ученых Института космических исследований показал обломки НЛО узкому кругу друзей. Николай Левашов был в числе тех немногих, кому посчастливилось взглянуть на ценный артефакт. Тогда вот я первый раз столкнулся такой вот воочию, скажем так, с тем, что остался обязательно аппарат. Конечно, я сразу это не понял, потому что лежит какой-то кусок странного материала, угол диска, такой дозр, такой сектор, навес очень тяжелый, то есть это серебристо-золотистый, то есть это где-то по цвету. очень структура, очень крупная, крупно-сернистая структура. Дальнейшие события повергли Николая Левашова в шок. Обломок корабля телепатически заговорил с ним. Мужчина сидел и просто смотрел на кусок металла. Остальные пять человек за столом продолжали беседу. Но кое-кто увидел слабый луч, идущий от артефакта к колбу Николая. Для меня было в то время сложно понять сразу, ну это несколько секунд потребностей сообразить, что какой-то кусок металла может общаться телепатически. Ну в первый раз согласен, ну что ж поделаешь, ну не сталкивался на этом. И этот обломок начал передавать мне информацию, что он, как говорится, обломок имел ту же программу, что весь корабль это биометалл, то есть квазиживой организм, и даже кусочек небольшой имеет информацию, которую имел весь корабль. Пилоты не справились с управлением при переходе из одного измерения в другое. Все умерли мгновенно. И корабль, как член экипажа, должен поведать о них, о своей родной планете и о постигшей их катастрофе тем, кто его найдет. Он больше не может восстановиться, но кое-какие функции сохранил. Поэтому многим людям, которые держали обломки или находились рядом, становилось плохо. артефакт засекретили и где он сейчас неизвестно. Когда космическое корабль приближается к живому существу, идет его сканирование кораблем и корабль выдает информацию для себя, можно это допускать к себе ближе, впускать внутрь или нет. Кольский полуостров давно считается аномальной зоной. Там часто видят НЛО. В отдельных районах сохранилось множество капищ древних народов, которые поклонялись странным богам. Недалеко находится удивительный водоем Сейдозера. 30 лет назад рядом с ним на горном перевале произошла ужасная трагедия. Погибли четверо туристов. Опытные спортивные ребята. Признаков насилия на телах не было. У всех на лице застыла гримаса ужаса. Исследователи сравнивают это с тем, что произошло в середине 20 века на Северном Урале. Сценарий гибели людей повторился точь в точь. В феврале 59 года над горами Северного Урала участились появления огненных шаров. Местные жители были в панике. Они уверены, боги разгневались. Священная гора Атортен поглотила группу альбинистов за то, что они нарушили табу и включили ее в свой маршрут. Там находилось священное место, которое охраняли боги. И там были убиты 9 местных шаманов Манси. Есть небольшие разночтения в разных вариациях этой легенды. Есть упоминание о том, что якобы боги прилетали на шарах или по другой вариации боги с помощью светящихся огненных шаров защищали эту гору. Название мрачной и труднодоступной горы Атортен на языке Манси означает не ходи туда. Сразу за ней еще более гиблое место гора 9 мертвецов. В этих местах и находит смерть группа из 9 студентов Уральского политехнического института под руководством Игоря Дятлова. Пропавших ищут спасатели. Задействована гражданская и военная авиация и сотни добровольцев. Наконец на склоне горы обнаружили палатку. Ее стены разодраны, сама она пуста. Личные вещи разбросаны в беспорядке. В любом случае абсолютно нормальные 9 человек сидя в палатке нарезая как говорится все бутерброды к чаю вдруг в чем мать родила можно выразиться так по морозу то есть бросились куда-то это специально обученные туристы которые шли по самому сложному маршруту. Цепочки следов от палатки идут странными зигзагами словно люди хотели разбежаться но неведомая сила снова собрала их вместе. Спустя некоторое время всех находят лежащими на снегу мертвыми. но безо всяких признаков насилия или борьбы официальная причина смерти обморожение. Происхождение некоторых их травм до сих пор объяснить очень сложно и в частности это касается переломов ребер у нескольких людей причем переломов сделанных переломов которые произошли достаточно странно были поломаны ребра через одно власти засекречивают трагедию из Кремля поступает телефонограмма не разрешающая вывозить тела погибших до приезда специальной комиссии из Москвы каждого участника поисков заставляют подписать документ о неразглашении государственной тайны а над местом катастрофы по нескольку раз за ночь появляются огненные шары летчики выполняющие полеты в этом районе уже открыто говорят о том что за ними следят НЛО с тех самых пор как пропали туристы то есть ночью на том перевале где стояла палатка мог опуститься какой-то объект мы не можем сейчас сказать это был классический НЛО то есть летающий объект который совершил посадку может что-то даже из глубин земли могло подняться тут можно гадать и этот объект мог вести какую-то деятельность на этом склоне картину произошедшего сегодня можно восстановить достаточно точно туристы добираются до горы мертвецов ставят палатку уставшие и замерзшие они тем не менее не бросаются разводить печку и готовить ужин первое что они бросились делать как только поставили палатку это делать это писать свою стенгазету они видимо что-то видели перед перед своей последней ночевкой из-за чего забросили все остальные дела и стали делать стенгазету но вот за этим занятием видимо их прервало какое-то ощущение может быть какой-то звук может быть появление света непонятного руководитель группы Игорь Дятлов берет фонарь и выходит чтобы посмотреть на происходящее стоя у входа кричит чтобы они убегали ребята в ужасе разрезают изнутри брезент палатки и бегут в сторону противоположную входу люди выбегают в панике люди выбегают спасаясь от чего-то неведомого этим неведомым может быть только что-то что своим ярким светом может просвечиваться сквозь брезент палатки паника гонит людей вниз по склону затем они останавливаются пробежав вниз полтора километра дальнейшие их действия лишены всякой логики вместо того чтобы вернуться в палатку где находятся еда и теплые вещи туристы пытаются развести костер и хотя рядом находится валежник они лезут на деревья и ломают самые толстые и неподходящие для костра ветви я помню сухую строчку в уголовном деле и при этом оставляли на острых сучках куски кожи и мяса я представил себе это как можно превозмогая боль собирать хворост ради костра чтобы не обращать внимания на то что ты не просто царапаешься о ветке ты цитирую оставляешь куски своего мяса на деревьях то есть иными словами это люди которые боролись за жизнь не то что превозмогая боли а просто уже за пределами боли спустя некоторое время несколько человек пытаются вернуться в палатку но делают это почему-то ползком вывод может быть только один на него к сожалению следователи не обратили внимания так может поступить только человек у которого потеряно зрение только человек ослепленный боится отойти от своих товарищей потому что в этом случае нет гарантии что он вернется ослепленные и замерзающие в сильный мороз альпинисты хватаются за последний шанс выжить потом три человека во главе с дятлами пытаются снова дойти до палатки но очевидно за вещами объект каким-то образом их убивает или может быть просто не было какого-то умышленного убийства но было просто смертельное воздействие для человека как результат вот у нас три последнего человека доползают несколько сот метров до палатки значит было что-то за палаткой что их не подпускало эта страшная история имела продолжение вертолеты и самолеты которые эвакуировали тела туристов падали в тайгу прямо на глазах спасателей участники следственной группы погибли один за другим при загадочных обстоятельствах экспедиция космопоиска трижды ходила на гору мертвецов чтобы разобраться в причинах произошедшего недалеко от места трагедии они нашли две воронки от взрывов но все деревья которые растут внутри этой воронки должны быть младше самой воронки и вот оказалось что дерево которое я спилил там росла береза оказалось старше событий которые произошли с группой Дятлова то есть эти два взрыва должны были случиться и вот это это время я рассчитал точно они должны были случиться в 1942-1943 году то есть иными словами гораздо раньше чем история с группой Дятлова позднее Вадим Чернобров наткнулся на исторические документы которые могут пролить свет на тайну горы мертвецов недалеко от этого проклятого места находится рудник где добывают марганец во время Великой Отечественной войны это вещество считалось стратегическим оно использовалось для создания танковой брони фашистские войска организовали спецоперацию по уничтожению рудника с аэродрома в Архангельской области в воздух поднялась эскадрилья немецких самолетов их путь лежал через гору Атортен достоверно известно здесь я уже ссылаюсь на немецкие источники что эскадрилья вылетела достоверно известно что эта эскадрилья пролетела большую часть маршрута и она вылетела вышла уже на боевой курс недалеко от рудника но до рудника они не долетели несколько боевых самолетов бесследно исчезли над проклятыми горами воронки от взрывов которые нашла экспедиция Черноброва могли оставить именно они немцы начали сбрасывать бомбы не достигнув цели возможно их что-то сильно напугало я напомню о тех самых светящихся шарах о которых молва уходит в глубину выков и тех самых светящихся шаров с которыми сталкивались самолеты уже в наше послевоенное время вероятно только с ними могли столкнуться немецкие бомбардировщики и вот дальше их судьбу об их судьбе можно только догадываться потому что я считаю что воронки которые мы нашли говорят о том что они начали избавляться от бомб видимо повернули обратно видимо они далеко не ушли скорее всего эти эта эскадрилья должна лежать где-то на склонах горы мертвецов где-то в тайге что же скрывает гора Атортон космодром НЛО или целую базу внеземной цивилизации как бы то ни было она хорошо защищается от любых непрошенных гостей даже если это безобидные туристы на окраине Ростова-на-Дону есть место которое хранит еще одну тайну зеленый остров клочок суши посреди реки сегодня это дачный поселок и курортная зона при въезде на остров расположен мемориальный комплекс памятник бойцам полка НКВД НКВД охраняли именно зеленый остров и они отбивали фашистов это было зимой не пускали фашистов на зеленый остров именно с Ростова фашисты наступали и почему-то они охраняли этот зеленый остров но на зеленом острове никогда не было ничего ценного или стратегически важного за что же бились немцы уже захватившие южную столицу России это область она всегда интересовала там была секретная лаборатория ну КГБ в свое время вот и этот клочок вот земли во время войны он отстаивался совершенно непостижимым образом зеленый остров считается аномальной зоной в 20-е годы здесь упал неопознанный летающий объект нам рассказывала одна бабушка которая была очевидцей она сказала что был светящийся какой-то объект и он двигался над горизонтом в направлении оттуда вниз в эту сторону именно светящийся объект обломки глубоко ушли в грунт и по какой-то причине все это не успели или не смогли эвакуировать погибший анало до сих пор находится под землей на острове считается что там же была спецлаборатория НКВД как туда попасть сегодня никому неизвестно рыбаки которые ночевали в эту ночь на острове и готовились на следующий день к рыбной ловле они были разбужены взрывом гигантским взрывом вот после этого они были свидетелями когда на зеленый остров высадились так сказать группа НКВД все было оцеплено и там начались работы земляные после через несколько буквально через неделю место было полностью реконструировано там были высажены кустарнички замаскировано все ростовские исследователи НЛО трижды пытались найти на зеленом острове обломки внеземного корабля одна из экспедиции оказалась успешной на зеленом острове было три экспедиции у нас как раз ходили это по семь человек были представители с университета и с лабораторией тоже по исследованию аномальных явлений в Ростове здесь на Дону и были обнаружены множество аномальных как раз вот здесь мест которое сейчас одно из мест это которое здесь за спиной один из исследователей зеленого острова Олег Гайворонский похоже нашел обломки корабля но жестоко поплатился за это его хватил инсульт сегодня он не может ходить и с трудом разговаривает ну в общем я не советую соваться туда куда не надо отважному исследователю удалось проникнуть в подземные ходы зеленого острова там он нашел вот эту деталь обломок НЛО состоит в основном из железа он не несет никакого излучения даже магнитного и это странно оплавленный артефакт пережил страшный взрыв и теперь мало что может дать науке нельзя так деграмировать среднейший метал то есть это высокие давление и высокая температура как достигать только призывы облавленные обломки НЛО красноярский ученый Юрий Лавбин нашел в районе падения Тунгусского метеорита сомневаться в общепринятой версии событий и искать доказательства его заставили факты сейсмологи вычислили в 1908 году удар в тайге породил магнитную бурю магнитная буря может возникнуть только при взрыве технического устройства в атмосфере на поверхности земли даже взорвем мы бомбу не получится магнитной бури или же высоко в атмосфере то же самое определенный уровень где-то до 10 километров и там как раз вот это все происходит затем ученые обследовали район Тунгусской катастрофы с помощью современных снимков из космоса и увидели аномальный след в почве и мы обнаружили одно повреждение земной поверхности именно техногенным объектом техногенным объектом это повреждение 5 на 5 километров 5 на 5 километров размером дело в том что именно вот как бы объект стартовал или же он включил какие-то установки свои но дело в том что поверхность повреждена капитально мы туда сделали 5 экспедиций на эту местность исследователи нашли в тайге странные объекты уже поросшие мхом откололи несколько кусков и отправили на анализ сделали анализ то получился фердосилицит не просто силицит силицит получают у нас новокузнецкий получают для силицирования дюзракетносителей это очень прочный материал и жаростойкий так вот мы получаем значит феррумси силицит соединение железа с кремнием с чистым земным да а чтобы получить двух модификаций это невозможно это нужно космическое нужно пространство сегодня эти материалы хранятся у Юрия Лавбина в музее более 20 лет изучая тунгусский феномен он пришел к выводу что может полностью воссоздать картину произошедшего на землю падала огромная комета и космический корабль который находился на орбите попытался ее разрушить но в результате погиб сам то есть складывается впечатление что именно техногенный объект или протаранил эту комету так как она имела массу гигантскую или может быть именно включив какие-то энергетические установки установки именно может пучковое какое-то оружие или бог его знает ну может мощные лазеры какие-то но по крайней мере взорвал эту комету взорвал недавняя экспедиция в район падения обнаружила на берегу под каменной тунгуски удивительные камни по составу похожие на кварц с начертанными на них иероглифами эти знаки можно сделать только с помощью мощнейшего лазера очень интересный кристалл он тем интереснее что у него получается что вот одна пластина и она как бы прилипла к другой пластине потому что с помощью микроскопа да даже не уроженным глазом видно он прозрачный с той стороны то же самое есть рисунок то же самое и на этой пластине есть рисунок если смотреть под микроскопом опять же туда то там тоже видно есть рисунки и здесь есть рисунок и там есть рисунок то есть они как бы ну слиплись эти пластины то есть на пластинах нанесены были нанесена информация но при может высокой температуре они как бы вот слиплись между собой эти пластины Юрий Дмитриевич полагает что нашел черный ящик корабля инопланетян который погиб от удара о землю но символы остались и их можно расшифровать считаем что это просто но рисунки сделали инопланетяне хоть это громко сказано но приходится сказать как теперь их называют пришельцы похоже землю действительно охраняют высшие силы они не дают нам погибнуть в планетарных катаклизмах и направляют развитие цивилизации представители иного разума были рядом с людьми всегда только мы не догадывались об их истинной природе и целях мы могли их называть гномами и эльфами бесами или ангелами-хранителями татьяна сэрченко редактор газеты посвященной всему непознанному на заре своей карьеры она не могла и подумать что это занятие станет ее судьбой но высшие силы решили иначе татьяна закончила аэрокосмический вуз и по распределению попала в секретный НИИ одним пасмурным питерским днем она сидела на работе уткнувшись в копию технической документации я сидела и читала книгу передо мной была книга техническая она была раньше такие были книги не напечатанные бумаги а отцениные так называемые сеньки были такие копии от них даже попахивало иногда на штырем потому что это вот такой эффект копирования будто поминуясь чьему-то мысленному приказу Татьяна встала и вышла из здания перед входом ее ждала черная заграничная машина и она главное так медленно подъехала и прямо вот так около меня встала и окна темные ничего не видно в машине а темные окна знаете вообще в наше советское время не было ни у кого темных окон все окна были прозрачные то есть машина была необычная передняя дверь открылась внутри сидело трое мужчин в черных костюмах с белыми мертвыми лицами она сразу поняла что это не люди телепатически Татьяну убедили что она должна ехать с ними и опасности для нее нет дорога была недолгой вскоре девушка оказалась в круглом белом помещении я была потрясена тем что простор что значит свет но нет светильников а свет шел от всего потолка поэтому мне показалось что он как будто из ваты или из такой бумаги промокательной что он весь светится потолок и такая вот такая кремоватая такая стена сопровождающие сообщили что Татьяну хочет видеть кардинал девушка ответила что не может предстать перед таким лицом в чем была тогда из стены выдвинулась стойка с разноцветными балахонами Татьяна выбрала фиолетовый затем мужчины исчезли стена раскрылась стена раскрылась а там такой порог знаете высокий вот на кораблях такие пороги их надо перешагивать вот такой высокий порог потому что я видела что часть ноги там человека который скрывается этим порогом стоит дядечка в сиреневом балахоне таком как я главный шагнул за порог и приветливо ей улыбнулся Татьяна помнит лишь то что он успел поздороваться и все пропало в следующий момент она опять сидела за своим рабочим столом я не спала ничего вот у меня перед глазами книга все это исчезло я даже не скажу что исчезло я скажу что вот просто этого нет вот это было и этого нет я сижу и читаю разработку но я же помню что я где-то была какое значение имел визит Татьяна постаралась не задумываться ей казалось даже если стерли память значит так нужно спустя 20 лет она стала первой в союзе журналисткой начавшей писать об аномальных явлениях а потом снова увидела кардинала просто мгновенно перенеслась в НЛО который находился на орбите Земли я опять оказалась в том помещении и замк сзади меня стоял этот человек который был тогда и место стены было большое такое ну просто открытое все было окно и видно было что там Земля и Землю было видно целиком то есть орбита была гораздо дальше чем наши спутники летают потому что они видят часть а я видела всю Землю целиком и большой большой такой типа пульта весь и мне показывают вот эту Землю сегодня Татьяна Сырченко не сомневается что развитие цивилизации на Земле вообще происходило под неусыпным контролем свыше если взглянуть на древние фрески и средневековые картины то можно найти изображение летательных аппаратов в форме диска и портреты богов похожие на тех существ которых сегодня описывают очевидцы НЛО предыдущие цивилизации они продвинулись достаточно далеко и нам известны например названия такие виманы летающие виманы по своему описанию это один к одному значит НЛО и описывается двигательная установка как она устроена механизм работы этой установки описан в тех далекие времена но эти виманы они строились людьми земли но были принесены богами с неба доказательств существования внеземных цивилизаций сегодня достаточно есть фото и видеозаписи следы от посадок и крушений внеземных кораблей эта информация заставляет воспринимать версию о том что инопланетяне контролируют землю всерьез остров